добро добра потерялся совсем я не тревожу знаю что и так ты все время тут отдаешь нам я себя чувствовал плохо мне рука отнималась рука не работала ой 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 рука одна осталась последний этап отнялась ой господи помилуй все то только можем в обопиять творцу который все дает слава богу сегодня вроде нормально опять заработала так ничего не мог не письмо написать и я ее свою она вообще не слушается господи помилуй я вот на такое смотрю это было у царя в 1 сын заболел и она послала помнишь это жену послал он иди сходи говорит пророк вахи и узнай как но она решила переодеться переоделась в другую там одежду где-то он слепой сидит но он ей говорит зачем ты переоделась это напрасное дело то бог разве не знает вашей семье нашелся один только хороший который умрет как ты дойдешь до дома он будет мертвый и вот что она думала она приближается к дому приближается смерть смерть на полшага впереди и идет вот она домой не не может не пойти она не идет домой ребенок не умирает она приближается охота взглянуть на него смерть идет впереди и она только шагнула через порог дитя умерло я к чему это все говорю а вот к чему то есть потом подумаешь это в нашей жизни бывает иногда каким-то мы делом заняты что-то где-то как-то и господь все это усматривает я почему-то думаю мы сегодня как раз на эту тему говорили ну нельзя написано исследуйте самих себя писание писание исследовать это надо читать всю библию осво себя это всю жизнь надо просматривать и у меня не было практически ни одного случая и не я не меня а дело которым я занимаюсь но она как-то на мне задействовано и были противники где-то ни одного не было который не был бы лишен всех званий регалий вот я сейчас говорю идут у меня занятия в университете ну раз идут занятия открыто то ясное дело что там люди обращаются и представители фсб все время приходят и краевой администрации кого только не было начале занятия людей переполнены огромный зал а одна же я вел это актовый зал 700 с лишним человек пристав себе это когда не было храмов я сказал будут храма этого ничего не будет все растащится и вся вина то в моем во мне если бы сказал как все московская патриархия это блудница на кровавом звере туда ходить нельзя у меня бы сегодня было уже несколько тысяч человек а я говорю она благодатная ходить надо они идут туда но почему не пойти то если храм-то открытый я еду в автобусе и вот одна женщина вас задерживаю наверно нет я слушаю вот и она сзади сидит яра я едет автобусы я беседу она сзади сидит а я вас знаю вы лапкин а как вы знаете да я на занятия к вам ходила а сейчас а сейчас я не хожу а почему вы же сказали в храмы можно ходить а я на исповеди батюшка сказала что я хожу на затем году что ты делаешь это еретик это сектант это псевдо православный но я говорю еще ну я не стала ходить вы же сказали батюшек надо слушаться то есть я делаю это то а теперь куда ходишь теперь я никуда не хожу ничего мне не надо большие дома мы пришли идем по квартирам выше когда уже обошли весь дом дом большой там 100 квартир я гляжу там на площадке зима стоит бабушка видно что случаем я говорю надо к ней сходить она одна обошли дом но она там из этого дома видно и теперь мы ее не можем бросить то представь себе об одном человеке мы подходим стали говорить а я вас знаю те же самые слова говорит а чё сейчас не ходите так вы же сказали в храмы можно ходить а батюшка сказал не ходить а куда ходишь на никуда я сейчас не хожу то есть на поповской жизни только из-за меня тысячи душ висит они им дать ничего не могут он ее оттолкнул и не накормил и дальше выбросил другая я теперь хожу к таким-то сектантом то все кто то и совсем нигде не ходит я вот стал тогда ну все это поневоле у меня память есть я держу вот приходит на занятия а у меня где-то большая огромная грифельная доска она сворачивается на три створки открывается ну университет 21000 студентов и вот а тут маленький приступок для мела мел ложить куда-то с побежком то и тут на это я ставлю иконы спасителя божья матери а тут никола чудотворец и вот одна записка поступает у вас стоят они неправильно от христа богородицу с этой надо на эту сторону а николу с этой на эту я переставил я тем более я знаю кто это сказал то он подыскивается все время но выходить не будете больше почему не буду ходить но я говорю я не знаю кто новую записка еще там будет я ставлю ее как он сказал теперь я все время буду ставить как сказали мне человек тот пришел а все стоит как он сказал то он то искал я теперь буду против буду говорить разницы никакой нету и он тогда начнет тут дебатировать то есть я вижу апостол по играть нам не безызвестны умы со сатаны это сатана делает образом и кидается то и он больше не пришел ни разу проходит месяц-два еще записка у вас неправильно стоят надо теперь опять на прежнее поставить новый человек пришел я говорю то это я и не успеваю переставлять я переставлю но вы больше не придете открыто встаньте скажите кто это сказал то где-то он голову опустил но я не стал его выявлять все больше ни разу не придет то есть я иду на это от меня в угол загоняет иногда что вы тут говорите слова там про защищали я делаю в угол забьюсь не где-то кто выступает его не будет он уже готов почему он ищет скандала не надо вот убил убеждает что крутость смирение крутость вот этот не кто-то пришел архимандрит то где-то он понятия не имеет а кротости смирение крутость смирения перед богом а не перед монашескими выдумками измышлениями у него как раз не кротости и смирения нету я как раз так и сделаю как он говорит моего больше здесь не будет почему потому что кротость убивает его она его не возвышает а мне это нужды никакой нету одно слово замечание ощущать это сделали бы проповедь говорили сегодня дольше чем вчера для недостаточно сейчас когда больше пропади не говорю но сегодня дня чтобы не меньше двух проповедей было другие будут говорить они стали говорить гляжу плетут не туда так больше проповеди не говорит читайте златоуста и теперь считает батюшку предупредил если только не будет 2 проповеди я на златоуста я сразу выйду на про мне никто не запрещал не архиерея никто я чтец рукоположен специально для того чтобы говорить проповеди во время богослужения литургии при епископах это исключительно редкий случай редчайший чтобы я мирянин фактически таковой это чтец это даже это не то даже не ипподьякон даже не это может быть панамарь только где-то и вот они сейчас скрипят доделают двое выходят почему я поставил условия я его держу держу до кота уже пишут и говорят говорить и проповеди нет не надо мне это не надо за совсем да вы пишете да какие-то стихи да это и какие все я больше не пишу ни одного а теперь цепляется за стихи а где вы темы брали то другое понимаете как мне только намек сделай все кротость это или не кротость я не считаю за кротость почему я понимаю меня бог через людей освобождает от этого освобождает чтобы я занялся именно тем чем занимаюсь сейчас вчера у меня я провел где-то часа полтора в милиции только был там был вызов по квартире которая тогда там было я не думал маленькой такую записочку оставил и теперь там и ходят допрашивают департамент занялся сейчас опять ехать от меня это не зависит я маленькую записочку бросил милицию там записано как и они там такую развили как будто 10 заявлений подал видишь как это бог видит смирение перед богом когда перед богом остальное бог берет на себя мне надо покориться ему господи но прежде чем уступить я помолился помолился и господь вот как делает я вижу смертный случай почему двое объединились против и вижу что поддерживает их тот отец я только помолился я по поводу опять же этого архимандрита акцент ставит на вашем обращении к людям на тоне вашего обращения вот как бы люди сейчас ждут такого умиротворения такого утешения знаете как вот буддизме чтобы говорили вот помягче поласковее вот то есть знаете у меня такая ассоциация как будто вот вы кидаете от себя круг спасательный а человек отворачивается от этого круга или говорит там да нет круг там он не такого фасона там или цвета не такого вот видите вашу проповедь не воспринимают только из одного тона обращение к людям и вот на этом он сделал акцент ну да нет значения никакого нет пусть он обращается к людям где ходит не по монастырям ездит идет к людям за моими плечами тысячи квартир 117 тысяч километров за три года 440 городов и сел у него пусть покажет что-то я не могу от него принять его опыт я знаю опыт монашеский это выдернуть любой талант за стены и похоронить вопрос не вы просто в том что видите как он он так степенно плавно кротко так рассказывает а вы рассказываете так басовито там с таким можно сказать темпром вот это вот и он говорит что помягче будете вот с людьми там вот на этом акцент сергей кто говорит то пусть они покажут как дело в том что они ничего не могут показать их нету они приходят а что вот там ролик такой-то поставили ну покажите я к вам приду него ни одного нет у меня две с половиной тысячи ну разница ну что сравнивать одно с другим то тем более ничего не скрываю вот один пришел вы митрополита илариона этого разбираете а у вас статистика он не о словах говорит не о содержании а именно статистике я вручную считаю а вот тут вот это сказать надо я это все выставил и сказал вчера как раз к этому утреннему александру пришлю когда это кабинете я туда подключил у них ничего нету я говорю покажите результат вашего кроткого смирения ничего нету нету почему моя деятельность если ее можно назвать деятельность я тут просто делаю я надеюсь на бога почему она вызывает такую реакцию у вас еще не вызывают почему я спрашиваю я вопросом задаю вот я нахожусь тюремной камере да мой голос не такой тембр не такой напор не такой но у меня там идет работа где в тюрьме я еще под следствие мне надо вести себя тихо моя 190 прим она до трех лет она легко перескакивает на 70 статью ук аэрос фсср 7 лет но я работаю в прежнем томе меня вызывает да мы вас тут сгнаем да мы не вызвали вы это вы на кпсс говорите что она пойдет все такое я продолжаю тем же самым оставаться меня вызывает начальник следователь обращается почему он от ваших хороших то не обращаются а кого я допрашивала баптистов и коснулась нет почему моё грубое или какое там слово а моего коснулась он едет ищет храм где полное погружение как уж там он дальше я его не знаю начальник тюрьмы полковник я звоню когда он умер встречаемся перезваниваться когда он на пенсии и он умер по-христиански почему почему так камеры где мы находимся она буквально защищена на всех охранников влияет они проходят мимо везде начинает там разборку омон врывается наша камера неприкосновенная я спрашиваю почему а были да у нас горы священник был это когда в судебной психиатрии было но кемерово вот здесь он лежал на на этой койке а что да не еще просто лежал и все а другой там шахматы играл а у меня другой распорядок у меня другая жизнь я минимум пять раз становился на молитву каждая молитва полтора два часа полтора час каждый день псалтырь просчитывал я за два дня новый завет одновременно с ним за неделю с 8 до 10 с 8 до 10 проповедь я спрашиваю было ли у кого которые сидели как глеб якунин священник другие я на крестьянке другие никто не знал и не слышал это советское время самый разгул 60 там 80-е годы почему у вас ничего этого не было и когда говорят мы готова мы не слышали зэки по шесть ходок это шесть раз арестованы были мы даже этого не видела приходит начальник режимно-оперативный работник заходит в камеру к нам снимает китель со своими погонами вешает на вешалку и садится со мной беседует я вот по другой для остальные все слушают я готова даже не слыхал что в камере пришел офицер сидел слушал а кто вы такой это бог делает теперь с 8 до 10 в тюрьме изменяется режим в тюрьме не на воле мой голос какой был такой сад мне под язык залазить не надо у меня свои голосовые связки который бог мне дал то выявляет сколько на 70 человек камеры 70 мужиков которые непрерывно курят но знаю что три человека уже и выявил они не курят тут стоит старший называет пахан так вымойте руки тщательно и они сразу все моют три человека не курящие стоят рядом все ложатся чтобы ни один не закурил тщательно смотрите я достаю новый завет и не курящий берет и начинает читать камера открыта с трех этажей охранники все собирается и стоят слушает коридоре вещь неслыхан и невиданная за 70 лет советской власти это бог делает бог когда я рассказываю и неужели это возможно но я тебе называю город все где это было чё тебе непонятно год и месяц могу назвать как это может быть так и охранники охранники стоят и слушают они что-нибудь говорят они молча слушают избияния прекратились когда меня снова возвращает туда и говорят а вот с этим говорили один татарщонок лежал одноглазый вон там ферму где-то пришли во ножом угрожал поросенка украли татарин поросенок они не совместимые вещи они смену ты не едят но это такие уже ассимилировавшиеся и он лежал лежал батюшка а можно я вашему богу в думали это татарин молились когда я возвращу сколько до семи лет когда возвращаюсь а мне говорят это татарщонок то с вами молился то его выпустили а почему полтора года условного дали доказать это возможно все возможно со мной сидит камере один в камере когда нас отделили отдельно почему он стал молиться кто заместитель директора аппаратурного какого-то там завода город бийска редкин владимир прокопьевич и нас отсадили и он говорит отец игнать и мне ведь сколько лет дают то сейчас аппаратуру то где ягра почему ты так беспокойно я же не правду сказал то первый то аппарат я привез к гб фсб алтайского края а город биск алтайского края так ты скажи доктор да не меня совсем задавит здесь не задавит володя помолимся завтра ты даешь прокурору по надзору записку и всем их показания изменить до меня тут не так отойди от меня с лжецами я не разговаривал да нет нет усыпился за мне давай молиться он сделал условно и вышел на свободу а почему потому что там потянули начальника кгб генерала потянули других директоров и они поняли что куда он аппаратуру от отвозил но сам-то не воспользовался а его напугали и все я говорю от мы молоде я просто ему рассказывать свою свою жизнь почему это пример моя жизнь это пример для них я перед тобой живой вот мы я начальник детского лагеря его лагерем то нельзя было назвать мы приезжаем то бывшая наша деревня то потерявка еще не было детям я даю задание набрать полную кружку малины старые малиники заброшенные дети подходят а вот такой-то не берет малина он только в рот берет так не трожься отойдите а там клен растет лесополоса еще шагов через десять опять малина а он там дальше отошел я подполз ему а он ягодку берет в рот святые божие вторую сорвет святые крепкие святые бессмертные и отполз назад не трожься он берет ягоду он очень хорошую берет я володе то рассказывай больше не знаю а у него две дочери и он заплакал директор представь себе где-то заместитель директора ходит по этой скамейки то они около стола прикованная но он разулся и по ним как петух по насесту то и плащет полотенце через плечо и только слезы утирают отец игнатий это святые божий ребенок по это у меня дети это злые как звери две дочери я разве думал что этим святые божии его пробью он просто промощилась полотенцем все у него живот большой был через полторы две недели у нее еще не осталось он перестал есть я володя хоть маленько ты поешь не надо отец игнатий это уже что со мной было то это в тюрьме я разговариваю с такими кто сидели зоя крахмальникова другие было они не слыхали мой мой тембр кем-то руководиться другим ему как раз это надо где надо я скажу тихо я скажу так тихо что ты переспросишь ему это не надо почему он во мне даже сам того не осознавая архимандрит видит самого злейшего противника тому что он делает это на другом духовном уровне разбирается а как говорили пророки я не знаю мне положено это на сердце я на молитве себя проверяю если это действовало в самой сложной обстановке если следователь кгб делается священником то наверное что то это значит я как раз такой как есть вот такой как есть как одевается и все остальное так а что это у вас всегда так всегда пока не как говорится ни одного прокола не было почему я богу доверяюсь прежде чем говорить 10 минут я 10 часов на молитве провожу и тогда я выхожу и говорю но вы на себя многое берете так вы сказали эти слова сказали вам бог другой стороны это покажет неделя проходит он стучится в двери я это понял отнесу этого александра то уже я что попало говорил я я такой я зеленый ночь может быть не спал человек до кончера то еще бузил я еще здесь разговор вам больше на следующий воскресенье то вы увидите соедините со вторым в одной папке 2 вот и все и я это делаю бог делает а он спорит он он не понимает что делает мы только закончили володя на молитву и вот молитва теперь все делать я дальше ложусь спать ночью стал на молитву прости господи говорю вам это и опять александр и утром а дальше вот это то что он вам послали мне зачем он как бы стал бит дорогу что я не только вам сказал я открыто говорю и сергей вы как священник как исповедник для него перед вами исповедуется не передо мною я-то его как вроде никто для него вот какое дело и они мне говорят под язык залазать что говорит мне не надо это делать ты идешь что-то против другого вот они соединились вместе против двое а приходит уже один и говорит а этот-то погиб а почему погиб не знаю дурно так погиб а вы что хотели делать да вот все против вас воевали меня для трогать не надо им сказал я неприкасаемый нельзя трогать меня нету это я божий инвентарь мною могу я я сосуд его я обязан сказать был я сказал скажите вот вы знаете многих вы как сергей напи скажите найдите многих ли вы найдете кто писал обличительные письма цк кпсс кто писал об этом в оон а у меня документы на этом подшиты все оттуда когда приходило когда меня вызывали в горком партии горбачева писал горбачева писали много но что я писал писали они ему это а пока не а теперь это а эпопея не кончилась теперь скажите кто за него молится за горбачева когда все его понужает кто видит в нем особый знаковый предмет скажу так личность в одной этой фамилии и почему многие сейчас многие видят нем именно да но кто за даже я продолжаю это это ступеньки кто за него молится и кто побуждает людей собирает команду которая за него бы молилась дальше то вот это найдите и все и даже сергей козлов при всем его обширном охвате людей не может это назвать а я молюсь ежедневной за него а зачем бог повелел бог повелел слишком много на нем лежит я знаю что коммунизм государство разрушили только двое гласность и архипелаг гулаг то есть горбачев и солженицы на когда это говорил в университетах в разных на занятия милиции солженицын все соглашаются горбачева да еще вы в нем нашли я начинаю объяснять объяснять просто по его фамилии даже и начиная тогда маленького людей шурупеть понимаете это нельзя сделать ты козлов у тебя по квартире живет баранов рядом еще через дальше живет быков еще дальше индюков дальше курицын и чтобы в кого кто-то был и собрал эти все буквы первоначальные так эта квартира а чтобы был царь или генеральный секретарь и горбачев я объясняю это горбачев вы понимаете это одна фамилия такая одна фамилия на миллионы фамилии одна такая фамилия и при том кто первые лица государства горбачева что умирает кто брежнев бай следующий а андропу ба че редкая фамилия начать черненко а дальше будет горбачев пишет ей ельцин четыре а друг за другом в том порядке как его фамилии буквы идут это нельзя составить нельзя ни одному мудрецу но они именно в нем составлены почему я спрашиваю вы знаете почему нет это мне никто то сказала преподаватель второй группы космонавтов лозин анатолий максимович сидящий со мной в камере и тонко вот вывел вот этот сложение он оттуда-то знал я он мне сказал вот так 44 первых лица государства в том порядке как они пришли за брежневым андропова избрали умирает черненко за ним будет ельцин и чтобы они в таком порядке пришли их первые буквы фамилию в одну втолкнуть это нельзя сделать ни один компьютер не сделает даже я называю козлова баранов так это обыкновенные люди в квартире это первые лица добравшиеся до вершины власти самом могущественно может государство социалистическом строе это нельзя так просто отнеси мимо я понял это знак совпадений таких не бывает у 4 нельзя это миллиарды миллиардных степенях нельзя сделать 4 в одну фамилию и каких первых лиц государства это нельзя сделать это знаково это ответственности предназначены такая фамилия горбачок что означает и они один за другим вышли что означает это конец того то того то и от начала нового а откуда дальше я начал молиться богу и господь показал мне господь показал в устройстве государства когда устраивали кто а вот тот то первый царь какой был михаил из дома романовых михаил согласились ну конечно тут уж нельзя никак теперь конец там устрою кто царь николай отрекается в пользу брата михаила со 2 на 3 марта 1917 года дальше он отрекается через день но он был один день дальше следующий михаил приходит конгломерат разрушен к вере как бы приводит владимир дальше приходит крещение раскрещивать владимир из дома ульяновых и следующий приходит владимир который подводит черту под этим в то время никто не знал путина был известен сын волка вольф означает волк любой знает открой посмотри по-немецки по еврейски волк владимир вольфович жириновский я думал что будет он я думал так но гляжу нет маленько время прошло нет такого народ не может избрать столько самодурство столько у него всего хотя у умные он самый умный у них там во всех этих депутатах и полковник и на языках разговаривает и ну самодур просто как его рамзан кадыров клоун называют но я за него молюсь и теперь теперь видим другой владимир пришел и пришел без нарушения конституции увеличил срок пребывания еще он может снова на 6 лет то есть при нем все должно закончиться владимир 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 все повторяется михаил 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 а это это моя наработка этого никто не говорил я это дал многим людям знать ну вы чё-то там вы думаете то я себя вижу закисшие мозги я спорить не буду я вообще не спорю я сказал сказал теперь ты отвечаешь семя пала на при дороге или на где камень мое дело сказать поведут перед царей не для того чтобы я их обратил а для того чтобы свидетельствовать и вот этот калинин то мне и говорит да вот результат да какой я крути совершенно не зато берешься нам идти надо свидетельствовать а чтобы люди видели нашу либо да какая любовь когда я съеду в поезде к чё не во мне увидят то я тут по такой а дома я тиран тираном может быть мы же не знаем я должен показать любовь христову а если живут рядом тогда он это увидит и когда беседуем они увидят и где как сказать многие мне говорят но те которые знают они никогда не говорят это именно так а есть такие люди немалых которые подражать пытаются мне вот ярл пести когда выступал его голосом говорить как эти сейчас сектанты стараются акцент такой создать каких руководителей и у меня тоже есть такие которые подражать пытаются а другой сказал говорит подражаетесь говорит а волчий хвост торчит нельзя подражать этому нельзя потому что я не думаю ни о голосе ни о чем я просто говорю как только аппарат я воткнул я сразу стал говорить сразу же мгновенно стал говорить тихо все хорошо так тихо то говоришь я вас слышу вы не кричите аппарат хороший какой-то мне там швейцарский падает подарил виктор андреевич яковлев вот и все и это то что я не слышу это все на месте стоит они не принимать не принимают значит не избраны меня это не беспокоит если я где-то тону и мне бросает круг тоже не смотрит какие я вижу что человек тонет и поэтому усиливаю голос ты открою библию посмотри где написано возвысь голос твой на вершинах а что говорит тихо я на вершине стою потому что я вылез перед народом вы выставляете ролики ну что тут говорить не два не три человека слышат а каким голосом сказать я смотрю что здесь чуть-чуть краешком глаза людям кажется что если вы примете другую тактику то более вразумительно будет якобы вот и представь лапкина с такой кротостью это не один и тоже подходит я его сразу узнал это у меня очень близкий человек потерявки такой есть он не ходит ни на занятия нигде и он уже лет 20 трендит именно это вот если бы вы не так говорили были бы тысячи людей я говорю ты напиши как ты к богу обратился у тебя обращения не было да я напишу сейчас дом только построю потеряевки живет и он объявляет буквально войну мне и ничего у него не получается а я тогда стал молиться о нем я пришел а в тебе без зашел он так и сел а когда во время недостойного причастия и он сгинул его как будто нет он забился в комнату там не знаю что вот и все а вот говорил бы другим я говорю хорошо поехали на благовестие никуда он не едет никому не скажет что ты умничаешь то каким голосом говорит другим тысячи ты одного приведи всю жизнь поработал на государственном предприятии да не и ни одного человека нет ни одного друга нет на пенсии ни один к тебе не приехал никого нигде нету а я ночью днем неприставно звонки отсюда из-за границы мы разные и вот он написал письмо пришел надо ему чтобы высушить а я сижу и решил молчать и он считает ну какой ему надо чтобы я отвечал и не надо мне это совсем-то так и он хоть куда то не может уснуть я вижу сатана таскать он-то через стенку пошел к моей жене не может уснуть ему надо письмо прочитать и все это заснятым у нас в интернете стоит он там написал письмо небось мое письмо вы не опубликуете я его открыто перед всем собранием прочитал и выставил а вот теперь да не в том месте поставить то есть не знает за что и нынче вдруг полная тишина я потеряю вке он нигде не появляется я говорю может быть он это обратился спрашиваю жену-то а жена-то не кто-то его жена моя родная сестра она горит нет а почему он обижается так так и вы сказали что он раздавленный червяк ведь и всего надо выдать и очередный человек чего умираете то я знаю где искать проверку себе не у архимандритов архимандритом рта раскрыть не надо они загубили веру христианскую ему надо с такими знаниями какие есть у него крещать на весь мир идти в народ а он мотается по белую свету и он покажет общину какую-то создал нет у меня недавно один враг даже такой но я с вами станет согласен но создать и общину из сегодняшних людей это великое дело я не создавал бог создает а пришел ушел я об этом совершенно не думаю я думаю как мне на суде божьем предстать перед богом если я это не от бога разрушена основания все господи только дай мне спастись вот и все да если бы я не в московскую патриархию людей это не посылал минимум с 450 общин было бы а я их посылаю туда где меня убивают кто-нибудь так делает нет община я проповедую и всем доказать к себе никого не забить и ни одного человека к нам звать нельзя а если проситься будет проверить до 10 раз тогда можно допустить на один раз найдите мне одну общину за 2000 лет такую монахи ходят по всему миру вот ты болеешь болеешь а вот обещай богу что ты жениться не будешь и дашь обед станешь монахом тогда исцелишься они вербовали людей по всему миру летали эти грифы и что сделали ничего нет пустыня там там пустыня там только мусульманские я хочу передать вот этому батюшки вот по поводу того что вы сейчас сказали но затронули вот этот вопрос о том что человек имеет такие знания ну пусть он написал книгу пусть он там двух-трех передачах выступил но он не имеет права имеет такие знания скрывать то есть кому много дано с того много спрошено будет вот и благовестие должно стоять на первом месте я считаю и как бы там ни было он должен говорить с утра до ночи я вот смотрю выступает разные на свой форум я перетаскиваю там выступает шевченко александр там харизмат свалился другие но есть хорошие проповеди и смотрю выступает амбени хин он выступил перед одним миллиардом якобы где-то ну падают люди махнет рукой весь зал падает там ну ясно дело полное абсолютное сто процентов обеснования вот выступает там били грэйм это самый знаменитый ему девяносто шкаются четыре года при всех президентах советника был сша я смотрю какие огромные люди он там 250 миллионов только у него слушателей было миллионов я думаю сколько им дано на им не дано то что мне дано а хотел бы ты это оборони бог так и день и ночь буду молиться чтобы не было это дано почему за все отвечать надо и они ни одного не привели к церкви а как ты проверяешь 6 главой евангелия триана шестую главу вот мне нужно сейчас найти человека а ты поищи такого ну конечно не калинина такой который не православный там вот такого мне надо найти который бы по 6 главе евангелия триана согласился побеседовать по скайпу и прямо считаем и говорим то я в кратко что всю главу в течение часа просчитать но это немало дело в этом весь смысл я даже еще тут увидел мистику 6 глава 66 стих она одна такая на весь новый завет чтобы глава вообще стихов то мало где-то это причастие речь это они не причащаются тела и крови христовой все эти люди бенни хин и билли грейм и и и не дано то что мне дано я верю что у христа есть невеста церковь и она там где рукоположенная от апостолов священца они в это не верят им не дано при всем охвате всего не дано а они себя проповедует сектантская су и мудрия а мне не надо думать еще зачем думать я признаю соборы правила а вы буквоед так буквоед ну законник я саши сказал сегодняшнего дня зови меня игнатий законник я тебя буду звать александр беззаконник напротив законника только беззаконник значит законник оскорбительно беззаконник остается тебе выбирать уже не придется если ты сто против законника это закон говорит я чту закон бога моего считай 118 и псалом и вот мне сейчас это я сегодня мне такая пришла мы утреннее чтение было 6 главы но ветки завет читаем а потом новый завет 6 глава евангелия тяна они не причащаются они не в церкви им не дано это понять на этом месте доводит их сатана и заклинивает так они говорят правильно а приводят-то куда они говорят правильно по той части которая открыта была им и они на этом засохли мэр там выступает такие говорит там бегают а еще они все время бегают когда говорят пусть они мне ответят просто бегают я наконец нашел такое что галстук я давно знал что это масонский знак и его него везде масонский но почему когда галстук то обязательно застегнутый должен быть обязательно даже жириновский как галстук снял обязательно верхнюю пуговку вот так вот они все все но у него нету как у женщины там сокровища то а вот так вот все и отказ ко мне на дом такой попадает я говорю зачем ты так делаешь а у нас такая форма магазине торгует а зачем ну чтобы показать что я свой вроде парень и он купит наоборот он видит что ты никакой ты расхристанный а когда человек вот так застегнуты подтянуты по армейски в армию над галстук а не было наоборот больше доверия тебе будет иметь что ты не обманщик гнилой товар не продаж я в этом другое вижу и теперь я стал видеть не только галстук но и пуговицу это не только подражание игрок мы идем на занятия в университет идут на встречу люди давайте кто в галстуке будем спрашивать почему носит галстук идет первый видно что человек уже за 60 лет но в галстуке остались извините пожалуйста вы не можете сказать почему галстук носите галстук ну так как-то принято я кем принято это вот я не ношу у меня не принято и мы идем нет ну я как-то привык так а кем вы работаете я преподаватель в университете а без галстука вас примут вас в обязанности посадят да нет то есть вы добровольно делаете да извините пожалуйста мы пошли дальше следующий идет ну так красиво это уже шариков стоит а почему нет штиблеты какие у него там что это за гадость я говорю о галстуке чем же гадость шикарный галстук дарья петровна подарила дарья петровна вам мерзость подарила вроде этих ботинок что это за сияющая чепуха чего я хуже людей подите на кузнецкий все в лаковых эти мерзкие туфли то он надел когда бабе я спрашиваю зашли в университет ни одного нету кто знает ни одного я в интернет выставил и один сказал это басонский знак а почему распространился показать что люди это веревка валяется за нее душить как этот музычка душил там этого прокурора за галстук таскал зачем он тебе нужен то не греет ничего а это замена креста я сам это исследует а моя наработка да а пуговка растянутка за счет а за то что это проистекает оттуда я такой же как вы я в армии застегнулся и в армии когда я служил я видел людей наказывают за то что они застегнуты я видел другого наказали я застегнулся это было 60-м году и по сиденье расстегнулся 54 год застегнуты никогда и нигде никак вот и все дело в том что я вот внимание это обращал что люди некоторые инстинктивно это понимают то есть я смотрю вот у меня племянник он постоянно у него застегнута пуговица хотя ему об этом никто никогда не говорил что это означает это означает человек любит строгость это так и есть а откуда знаете а вот откуда когда-то был обмен работниками я встречался с ними в разной обстановке ну наши учителя в германию из германии к нам вот обмен на культурном уровне то и с японии так оказывается было а он корреспондент корреспондент и узнает вот у нас корреспонденты так работают в японии так то один японский корреспондент выполняет работу минимум шести советских как они так а там придумали как корреспондент все определенно загорожено как монастырь и там они живут с женами все вместе его не вызывает не надо он все время народно здесь и здесь же работает и работает не 12 часов то есть они на все это смотрят но я с одним познакомился он еще там учиться журналистам будет едем а у них там переполнена эти метро подземки и вот говорит они-то мелкоросы народ то такой-то а у которые там смотрят за порядком чуть не по два метра где-то не такие берут и он берет вот так вот и тот-то который животом в двери все двери закрывает а напротив каждой двери один стоит такой амбал и задвигается потом теснота друг другу там полураздетая а мой горит едет форма как у нас позову черная такая это у них по форму никогда и он застегнут на все пуговки я говорю а ты саке еще не не растягиваешься все растягивается пусть попробует как я то есть он вырабатывает себе это настрой дает другой это я оттуда просчитал почему это действительно так а вот я тащу а где ты здесь да я горит бедно живу поэтому далеко за городом два часа в один конец ехать надо я раньше встаю еду дорогой конспекты все считаю и проще а можно рядом рядом все берут платье дорого пусть попробовать как я и он не боится говорить о себе я понял никогда не надо этого бояться хорошее надо показывать вот едем в поле в этом в электричке а в электричке хорошо ехать там сиденье низкие и видать весь вагон вот вообще я когда симфония по я маленько отвлекусь когда симфонию составлял на неканонические книги вручную это 470 листов по опять полные листы как которые печатаются и я с собой еду в ноосибирск и раскладываю сиденья напротив меня здесь рядом и которая через коридор тоже сиденья и одни листы и так сдвинутые какое-то слово мне надо найти и в алфаэтном порядке чтоб слова стояла и указать какое место какой стих ну симфонию составлять это кто-нибудь видел это видели люди которые со мной ездили и проводиться все крадущие и там где-то садятся девочка одна и она шумит много что нашумит она капризничает а уже лет 6 такая к ней наклоняется она его бьет царапает одного мужчину другого что же с ней будет и люди голову опускают ну кто-то подойдите и скажите что надо ей надо-то ей-то что-то вы придете домой и повторите этот эксперимент вы же из дома вытащили в эту пакость отсюда сгреет ее хоть один раз а тогда слово ювенальное даже никто не слышал никто не слышал что несовершеннолетие это и все с нее сойдет я показываю на практике где я что плачет я занимаюсь сижу с листами с этими ветром что мне раздуло и меня это касается почему потому что я не могу молчать мне это не безразлично и тематика на которой я говорю проповеди пусть они проверят о моих книгах и найдут аналог таких проповедей найдут на аналог стихам я некоторые сейчас смотрю заглядываю и в каждой строчке напротив местописания пусть они найдут такие стихи оригинально нет очень красиво а кто вам поцелал то 36 строчек в каждом стихе 36 раз открыть библию ну пусть покажут такое простое дело то почему потому что все время в движении ну 76 год все таки я не могу никак понять что я перевалил за 30-летний возраст мне не дано это понять стареет хижина моя но это хижина не я это есть такое стихотворение трясутся руки от того что мало сделали добра вот и все за мной след а я ни за кем не слежу как он говорит ярл пести всегда говорит говорит а что он все время кричит я николаевич пести это мой любимый протестантский проповедник радиопроповедник я его на пленку но пленки тогда были эти катушки лента такая и дорогой а одному хотите послушать я думаю это такое он пробьет его он все время говорит братья там это так бог сказал или я так будет он такой он экспрессивно если не слышали можете послушать мужчина сидит я первый раз такое слышу это в поезде вот я не верующий но я поверил что он верующий он поверил что он верующий понимаешь это вообще идем с университета один мужчина высокий такой представительный был на занятиях идет и ко мне так ласково идем вместе из университета занятие кончен двухчасовая у меня два раза в неделю по два часа и это говорит вот я сегодня только поверил я внутри на хочу не хочу но внутри мне приятно это и думаю а что вас коснулась какое место писание бывает это что библия то да дело в том что я в церковь ходил мы я поверил сегодня что я неверующий вот это обрадовало меня я вот сделал неверующим оказывается я так еще не сказал думаю как почему потому что я ему показал христа веру какую а вот это обрядоверие и все остальное это ни к чему совсем это люди придумали во церковление каноническая территория кормлять поганишь и и слова я говорю христос людям нужен христос а он понял христа у него нет а я понял он будет верующий не знаю больше не пришел я не знаю я не буду накатывать у меня совершенно другой подход я никому не подражаю ни в книгах и не в интернете нигде почему я такой как есть самое маленькое где-то что-то я в этом вижу люди могут получить пользу показываю голубя как я вызываю ветеринара как он приходит это в дома в семье кошки и отзывы идут и идут звонят почему потому что я слушаю что говорит я совершенно естественный какой есть не такой вот сейчас поговорю с сереженькой а тут я тогда володю начну терзать и душить ничего этого нету я бессылыш в электронике я так и говорю как бы не сергей козлов эти ролики бы не стояли или вот эти с такими ставками разными ты не можешь умереть и не умрешь пока я не умру наверно мы с тобой повязаны ты сам говорил для чего я живу думал для какого-то великого дела вот тебе бог и показывает я надеюсь ну точнее я верю в это мне есть еще вопрос там я вот сейчас пересматриваю последнее время ермана стерлигова да вот и не значит ну он часто во многих своих там передачах как говорит ну употребляет такие слова не оставит выражей в живых из советского завета из книги исход ну и он применяет это ученым людям таким как физики химики там математики вот но которые готовят последние сто лет приход антихриста вот как вы понимаете эту фразу не оставим выражения в живых не фразу сначала о том кто это сказал к любому вопросу нужно ставить четыре вопроса кто сказал когда сказал где сказал с какой целью кто сказал герман сервер кто такой миллиардер первый мультимиллионер как назовем миллионер это означает миллионы долларов а миллиарда рублей грабанул и спрятался он вовремя отошел он очень умный это его имя только одно разрушитель а основное что он говорит он не говорит просто так он он не верит то что говорит ему нужно куда-то отвлечь внимание он обладает этим даром слова говорит и проще он у него веры никакой нету совсем не страха божия у него ничего нет поэтому что он говорит не доверяйте что он говорит и верит он в это не верит для него нету церкви нигде московской патриархии никакая пристал старобрядцам видимо кто-то попросил деньги он сразу они не церковь а до этого был барнаули когда здесь позиционировал себя как старобрядец и ему только сказали обо мне он меня не считал не слыхал моей фамилии сразу это не православный сектант ни одной книги в руках не держал вот я тогда решил больше им заняться посмотрел да никто он балаболка просто он балаболит и балаболит они знают о чем библия неправильно написано это исчисление неправильно и даже начинает говорить как пещи делать пещи я 40 лет пищник он вообще ничего не понимает он знает как ограбить людей и спрятать деньги больше ничего не знает а теперь он это все завеса дымовая где у него идет и люди привлекают приезжает там и ивана грозного летопись он открывает что-то находит и иосиф плавивой надо я-то знал еще младенчество может быть он ничего не знает это потом грекам старостильникам это такое экзотическое сообщество побыл маленький я не знаю но думаю так что кто-то попросил деньги монахи они любят строить он сразу отошелся не церковь и сейчас где-то где-то кто-то кириак может быть никому не говорит один епископ в мире остался и германа колонию больше никого нету богохульник вся библия неправильно и он ищет поэтому что он говорит он не знает о чем говорит и слова его разбирать не надо за ним идти на поводу он отвлекает внимание дымовую завесу создает а толковать что он говорит там вороже и другое святые отцы давно истолковали правила василия великого собора вороже если занимается этим делом на 18 лет приравниться к вольным убийц и и больше не надо ничего это листолковали кто зонара вальсамон толкователи правил которые ну как толкование священное писание так и правило арестит вот три он их может и не слыхал даже нигде он не поминает и не знает все неправильно и это не церковь которая была в царское время православия не церковь церкви нигде нету церковь только он знает и никому не говорит это лукавейший человек он хочет чтобы ему верили половина имения раздай награбленного а кого обидел четверо ничего не будет он завтра ко мне придет сюда за сухарями если он выполнит то что делал заки у него все на обмане в один день миллиардером не делается алису создал лиса хитрая хвостом махнула говорит еще на столе нет ни крошки я за ним слежу и у меня определенная тема на форуме герман львович стерлингов где у него фамилия стерлингов правильно то стерлинг английский и он свою там денежную единицу он о деньгах хорошо говорит муамаре каддафи когда он думал что делать и показывает свою золотую монету сидит я его даже раскусывать его не надо у него на поверхности это совершенно глупые люди которые идут туда которые не верят я встречал таких они встречались приезжали ко мне и стал говорить несколько минут когда я ничего не ту же отрекается да зачем ты ездил к нему объясни сначала но я не знаю сказали там узнать какая-то нету то есть у него никого нет он один у него нет никого а работает какие там туркмена сейчас говорят русские а как насчет веры он никому ничего не говорит а зачем это ему не надо ему надо сахой пахать а сам приехал на машине ему там одна говорит тоже мобильником и ты видишь что тебя снимает техники никакой не надо он дурит дурит если в америке 35 человек один фермер обрабатывает у нас в россии в советское время тогда еще более продуктивно работали всего только 7 а он хочет только на саху перейти чтоб техники не было трактора и закрыть все нефтебазы и прочее то это дуралом дуралом из дураломов какой и люди ты раскрышься он он так говорит а может он позор по заказу по заказу специально этом верхах наняли много людей отвлекает на себя и по крайней мере они на площадь не идут не требует смещения путина тут еще нету а что за этим а за то что я за него молюсь вы имя германа на молитве поминаете спрашивает которые там приверженцы нет вы его не любите я его люблю я каждый день за ним зорова молись александра поминаю я их люблю один я люблю так как надо любить открой ему истину господи дай погибнуть ты дал ему таланты он их не туда направил совершенно он многое мог бы сделать даже отца кирилла сахарова был я на берсеневке в москве около храма христа спасителя и там приезжали которые к нему расположены и немножко поговорил они уже отрекаются руками и ногами да нет да мы поняли это не тот человек ни одного не встретил который бы защищал то что он говорит я сразу показали это исчисление ошибка действительно есть за четыре года на 4 но ни на что не влияет и поэтому не до чем меня там 2004 на 2008 никакой нету у него нигде нету то что он говорит со знанием у него знания никакого нет и вот обращается но московская патриархия не церковь и вот обращается димитрию смирнову там по силовым структурам а вот а как вы скажете о германе стерлигове это в интернете выставлено и у него бы только сказать это мошенник обманщик пустослов уязвляющий души людей а он не так улыбнулся и но что-то новое там придумал да он вас прах не ставит он должен был сказать выходя на миллионную аудиторию он должен был сказать это обманщик он не признает священное писание он не признает церковь никакую нигде я не говорю про католиков там григорина ромена но никого не признает нигде не зарубежную церковь никого нигде человек не имеющий страха божий никакого но все это кончится я тороплюсь вызволить его из этой тьмы вот сейчас только молились я его имя опять поминал весь смысл другие скажут я тоже это понимал это болтология занимается я спрашиваю а ты молишься за него за него и все кончилось вот и все определяет молитва я молюсь богу я его признаю а ты бога я знаю бог есть а молишься а чё ему молиться так написано хлеб насущен да у меня хлеба хватает так это хлеб то у тебя от себя самого ты думаешь а я от бога раз я просил он дал я благодарю если я молюсь то у меня след за этим идет уже в очереди благодарность а за все дал не дал благодарю а далее я с трудом познаю для чего это я поневоле удивляюсь всему что вокруг меня и перехожу на третью ступень славословие аллилуйя мне бог открыл смысл жизни словах серафима саровского стяжание духа святого а когда говорят стяжи дух мирен соберутся спасутся тысячи это ложь он мог этого не говорить а если сказал на сто процентов ошибся ни у него этого не было ни у кого этого не было никогда дух мирный значит только сиди по-монашески как архимандрит ему что надо ему надо повеличаться он знает смирение он ни одного слова по божьему сказать не может этот каган кагал еврейский он ничего не может сказать ни ни одного слова ему надо то что он там нахватался монашеского пропитался сейчас и месяца заразу монашеского развозит а там ничего нету там пустота и смерть он по кладбищу бегает по кладбищу ну если вот не буквально понимать духовном уровне понимать фразу от серафима саровского стяжи дух мира мирный вот и вокруг тебя тысячи спасутся он же имел ввиду то что начни стяжать духа святого вот и глядя на твой опыт жизненный многие люди начнут исправляться вот это имел ввиду они конкретно не знаю я могу сказать что это фраза абсолютно неверно дух мирный давид говорит я мирен запятая но только заговорю они к войне вот и все разрушено мирен то есть молчи все я молчу молчание знак согласия я с путином согласен согласен с гитлером то при него молчу согласен со сталином с лениным сатаной но я заговорю и они сразу ножи точат я не к войне мгновенно уже на меня я мирен скажите был мирный или не мирный моисей я по порядку буду брать сколько было мирных людей миротворцев апостолов ну и что собирались вокруг них тысячи им надо было идти мирный идущий и говорящий о боге я должен быть мирный блажен миротворцы они наследуют землю мирный где бы я не находился у меня нет врагов у меня нет врагов и я не спорю ни с кем я избрал эту тактику согласно священного писания а это нет я мирный он имеет только одно виду монашеской другое не может подозревать он монах и он от людей прятался дальше и дальше шел куда к нему пошли ну и что пошли к серафиму туда люди шли вся россия но вы уверены я один вопрос ставлю скажите когда всех канонизирует монах он монашеский обет не нарушал он не блудник не вор почему его ни один архиерей не хотел канонизировать его канонизируют царским волевым изъявлением почему почему все русские архиереи были против его канонизации пусть мне ответят а вы знаете я занимался этой темой и знаю я могу сказать но пускай они сами сначала ответят и что дальше а дальше то что он уходит дальше и повернули то написано идите и проповедовать он а я сяду и ко мне пойдут это тещание в обратном направлении а которые скотом коми идут они только ищут чудеса это говорить не надо это как-то на пьеса гроза островского бери и считай кабаниха там к ней пришла которая странница и что это странница собачьем сердце что они видели странники шли они так и называли странники и они шли не за словом божиим а у него всегда было евангелие похоже евангелие даже не считал если он знал считалы идите по всему миру откуда взял что надо прятаться откуда где он это высчитал а теперь он там играет вот это у меня горка будет это голгофа а вот это ручейок течет это иордань это малый ребенок из ума выживший и надо бояться этого и к нему приходят где-то люди а он далек ушел он в окно выскочил и спрятался и траву залег но люди кричат серапим никого нигде нет но одна была с ребенком она говорит ваня ты покричи ваня вышел серафимушка у нас травы поднялся он был неравнодушен детскому голосу и тогда люди это поняли и все пошли с детьми и спрятаться нельзя ему уже играть нельзя было он в траве лежит наде этого медведя в берлоге то я очень внимательно читал его и все что о нем пишут и те которые приближенные до единственная фраза которая у него стяжи духа святого стяжание это главное движение духом святым монашество это антихристианство в том виде как есть спрятаться повторяю я за монашество чтобы учили проповедников по всему миру посылали и докармливали парализованных больных немощных а монастыри нужны богодельня никаких обетов вот этот по евангелию а у него евангелие а все вопреки идет как это не надо бояться авторитетов а вот сергий радужский благословил пересвета ослаби открой канон анафеме предается его надо сразу было запрещать и все и кончилось на него бы не ссылались а тут уже головокружение если против христа не бояться сказать а против того кто идет против евангелия его возвышает у меня в стихотворении написано в одном была такая умнее бога впавшие монахи кромсали изречения христа поволокли слова его на плаху а измышления свои на пьедестал вот это и есть и россия потерпела крушение которое только византия терпела полный разгром абсолютный но даже там этого не было была полная программа по уничтожению храмов священников архиереев а люди в тай в тайне хранили за что они там хранили за ленина за сталина ничего не знали люди а если бы никто не пошел ни один революционер не было все православные были ходили причащались и никто бы не вышел бунтовать петербурге но это от бога скажем а это от бога и кто главный виновник главный виновник конечно царь начинал войну и там все провалило он слепой был война объединить всех людей он не видел а кто это видел распутин григорий ефимович это единственный человек с большим знанием сказал молился и кричал папочка не начинай войну папочка не начинай мобилизацию он ему телеграммы смертельно раненый лежал и кричал вот настоящий пророческий голос был а меня убьют а союз сейчас них будет царского двора царская династия исчезнет а если не никак значит никак а если дворяне будут дворянца будет уничтожено все так и получилось и а его сейчас а самая оболганная личность я перекинулся уже на распутина самая оболганная почему масоны поставили задачу они что угодно даже смирились с этой а надо канонизировать никого не надо канонизировать 415 1 коринфянам не судите никак не плюс не минус не в рай не в ад не канонизации не на там никак прежде времени до коля не придет господь и не осветит скрытая во мраке чем это было для меня этого достаточно да как же против а вы же признаете канонизировать да я признаю я православный послушное чадо церкви я им молюсь и вы признаете всех признаю ну почему почему масоны четко так разделяют святых людей и и мирских людей почему наш святые головы ну наше архиерейство там не не может отличить святого человека от мирского человека они не духовные это первое нет рождения свыше и главное власть ослепляет вот у меня брат игорь дыбунов и он с одним там работает но тот прибился к церкви но работает совершенно нормальный человек едят пьют вместе спят вместе в одной палатке золотоискатель там где и вот его спасали священником встречается никита ты священником стал да ну и как настал говорит он спорит с кем ты споришь я священник теперь у меня знакомый был один но он просто помогал помогала голос такой него уж не хочу называть сейчас его в барнауле их там несколько ошибаются как говорят а кола архиере это а это такой сам видный такой ну прямо шаляпин но один говорит от меня завтра уже рукополагать будет и ты у меня будешь в руку целовать и правда руку ему целовать протягивает а это уже поставили диакону размахнулся кадилом как навернул его угли по алтарю я тебя ну и архиерей мне и говорит так этот человек же около вас был я огромен членом никогда не был он ребенка был в лагере я отказал даже к лагерю пришить при приходить рядом вот действительно потом эта семья из протестантов отец обратился стал священником вы же знали это но это я знаю ну это человек как он не был никогда рядом здесь ну зачем вы его поставили так он монашество принял а почему принялся ну за ну какое монашество когда у него в семье у одного дяди у него три жены до одной жены 8 ребятишек у него в природе есть такое что он не будет спать поэтому по этой теме и он небольшая невзрачная девчонка черномазенька такая и он за нее посватался она не пошла и он в отместку ей принимает монашество кастрировал сам себя а потом ко мне приходит что делать вот теперь я вот принял монашество я ему говорю я против но раз ты принял вопрос снят теперь 10 до конца ты перед богом дал ты на земле а бог на небе этого нельзя делать играть тебя постригали я абсолютно против этого не надо было делать но ты ко мне не пришел тогда не посоветовался и что дальше он отрекается от всего поступает в консерваторию и теперь ведущий бас его там белорусская когда получает там где они там филармония или что-то на редко редкое противление что такой бас к нам приехал я с ним встречаюсь позапрошлом году у него веры никакой о боге мне не говорите даже полная потеря а началась началось его обольщение монашество и дальше все пошло а они не смотрят эти плоды а кто постригал мосендич антоний епископ которого тоже нету а это теперь он у него характер такой и он выступает в интернете там стоят арии князь игорь там борис тагадунова все поет где-то это действительно талант талант и они в церкви могли удержать но вера то у него была слабая я не уничтожил всю он там увидел чем они занимаются как живут и все такое на совести священство не тысячи миллионы я повторяю фразу и она это златоуста святителя если одна душа погибнет по твоей небрежности неумышленно о священник тебе не хватит всей жизни рассчитаться за нее а их миллионы я это архимандриту говорю ему рта раскрыть не надо он пришел поверещаться он понял он не понял что это кость которая не проглотится я рассказываю всегда такая книжка есть древности востока рассказывает и он говорит есть такая птица у которой там своя кузница как у дятла где он долбит она только питается мясом и приходит там приносит туда птицу съедает бросает сберка съедает и все они там куча наваля но когда есть нечего она подлетает берет кость и тогда на коси то что-то остается но прежде чем проглотить она и задний проход примеривает пройдет она на выходе или нет так вот они не примеряет проход я пройду через них или нет он разил на меня рота проглотить не в силах ты скажи маленькая архимандрита примиряйся на кого замахнулся я должен теперь тебя слушать все прекратить нигде не видеть и каждый раз ждать откуда архимандрит приедет с какого монастыря и мне даст наставление как жить есть христос есть святые отцы есть каноны а для него она не существует а по канонам все делать никого церкви не будет он выступает как анти православный да вот так отлучать правила василия великого то есть он добрый он экономия занимается она не скрывает этого это апологет великого антихриста великого инквизитора из братьев карамазовых апологет притом ярый апологет почему людей то нету их учить надо а ему надо учить и чтобы они под ним были под зеленым стукном он над ними хочет быть а у меня этого нету приходят люди уходят он совершенно никакой никакой но как монах он понимает постричь надо послушание послушание ты еще не достиг 75 лет я еще не достиг 53 года не достиг я должен его избрать в наставнике он меня теперь будет гнобить давить он совершенно ненормальный маленько то посмотрел бы чем я занимаюсь какая моя жизнь могу ли я ему доверять во свете библии ему это не надо а вы по-своему толкуете как этот михалев там было тот петр то что вам выгодно берете у святых а то что невыгодно ты это понял понял зачем ты на меня лезешь тогда ясно твои слова я буду тоже просеивать через слово божие если они говорят неправильно и говорят когда дух святой покидал меня то я говорил неправильно хасярофим царовский половина тома златоуста написано спурио приписываем и златоусту они не знают кому ты зачем меня гнобишь сейчас это не по слову божий тебе показать не по слову божий жития не по слову многие ну они его уважают да уважают еще делать берут при счастье тогда в руку давали приходят на могилу кладут где птицы склевывают нормально я стучу афанасий афонский упал умер кровь они эту одежду вымачивает христиане последователи выкручивают в воде и пьют нормально когда даже бычащую ягнящий кровь нельзя пить я три раза ударяю в колокол почему должен согласоваться с мерзостью а он везде соглашает от жития димитрий написал это случайно ли он написал зачем он написал это такое было не на одном месте я просеиваю через ситы вчера один и говорит вот я за русский язык о вашем стихотворении он прочитал на русском переводчиком хвала они покровы сняли с тех покрытий произнесли господь а не аллах все размололи и просеяли на сити это один куплет мой вдумайся что в нем сказано я считаю это не мои слова покровы сняли переводчики с русском языке не было бы евангелия меня не было произнесли господь а не аллах аллах если понимает как они армана не могли вполне это сделать под германию подогнать нас это владыка всего но они произнесли господь а не аллах все размололи и просеяли на сити таких переводчиков нет сегодня это лучший период я перескакиваю с одного на другое показать зачем он на меня кинулся он пришел он даже не посмотрел не посчитал на то что я с отцом на умом а отец на умы знаете это мой учитель а то другое перед народом выступает а он видимо у него бывал знал-то ему надо на умы оторвать от меня на долю чем-то тесному говорит он никакой это магнитофон пускай в этой птице получится примеряют сначала проглотит или нет а я видишь как колючий и вонючий такие вещи я начал слушать сразу думаю ничего себе такие как говорится наезды как сейчас говорят это наезд давай конкретно я его послушался второй вариант не заниматься этим вот ваше учение вы думаете я по святым отцам говорю я сугубо православный это не говорит не кто-то который у нас был архиереем который с нами пил и ел и фихи курочкин вам и знаете никогда не зовите мне православным сугубо православный а он первый раз налетел 13 лет терпел горит я его терпел архиерей говорит терпел вот а этот терпеть не захотел чё ты сунулся тут ты покажи я тебя слушать все будущее значит интернета мне нет выставлять что попало не могу говорить не могу и свидетельствовать не могу книги должен я уничтожить хотя их уже у нее не уничтожить они находятся в королевских библиотеках даже ну и что дальше то дальше то что теперь все время он будет приезжать или я не знаю когда что он мы думать он не думал об этом и главное чтобы шибить меня надо было ну ниже не видел что это колокольня вокруг которой можно только подвизгивать и кричать я по прежнему буду звонить во все колокола вот а ему это не надо не надо мое учение не сойдешь с места сегодня его арестовали покажите где и гнать его учения не выйдете из камеры они передохнут там или выскочат в один день подпишут он нигде не говорил я дую с дурика брякнул я каждое слово подтверждаю канонами святыми отцами и житиями святых священное писание во главе но если не сходится ни тому ни другому интернетему я не причиняюсь почему меня судить бог будет по библии не по канонам и это увидел кто единственных кто открыто сказал андрей кураев это гигантский ум он увидел и все сказал игнатию наплевать на все что там говорят наши соборы главное слово божие каноны не сходятся ему это не а мне не все равно и они не оценили его они бросились молитвы составлять заклинания может фигурки его делать освещают рубят они злусом поедут чтобы уничтожить его его нет он говорит сейчас говорят больной раком или что-то бог знает да сохранит и помилует его господь а он для него для андрея сцепился с ним но что интересно где андрей на него нападал я попутно уже скажу книга-то который я книгу-то читал он не знает даже архимандрит что я знаю его и считал вот и где он доказывает что в данном случае прав то он меня не спросил только мне нельзя было так говорить что я полностью на стороне архимандрита и мне нельзя это говорить чтобы он полностью архимандрит доказывает правильно что в пример можем убрать но это с его позиции я беру-то с его позиции он рассуждает правильно андрей неправильно но мне и говорить нельзя иначе я не стою ни с другой но я вам это говорю как говорится на ухо другим не говори по секрету всему свету он говорит правильно и доказывает наставание житий святых местописания этот архимандрит каган этот кагал натянуло же его на меня интересно как он спал эту ночь что я сам спрашиваю как он пошел доход своими ногами или нет он никак этого не ожидал то и я понял это магнитофон да и этот человек они на полном серьезе поняли что я считаю я посидел и думал как же его остановиться и мне сразу мгновенно мысль пришла назвать его магнитофоном вы выключить его не остановить и от отец на ум подтвердил его брать не остановить и он разошелся дальше уже я люблю люблю что я буду изъясняться и в любви к ему но самое большее я люблю господа это несомненно я люблю библию а остальное постольку поскольку но ближнего самого любить как самого себя я могу подтвердить я люблю я хочу чтобы мне говорили слово божие говорили обличительное слово я 3 я ищу обличителей и у меня всегда и хватает это от бога это мой господь вот сегодня интересно вот сегодня ночь прошла вдруг телефон мой звонит а ты владея не слышал его володя слышит хорошо но спит покрепче но около меня поближе и звонит настойчиво я во сне это вижу телефон-то но просыпаюсь сразу телефон звонит подошел снял и подошел руку протянул с кровати слышно какой-то фильм идет там я молчу никого нигде нету подержал-подержал и там положили я сразу телефон взял в руки зажег тема время второй час идет господи слава тебе из поднял менять мог проспать то есть я в этом вижу промысел божий бог меня любит я все время проверяя его я ложусь как бы мне не проспать но что моя встреча с господом и вдруг звонок вот как удивительно а тот человек даже не знаю на меня наткнулся они не знают даже как разговаривать с людьми вот я на работе сторожем звонок так это бассейн все она уже попалась тогда это бассейн но не то котором думаете мы говорим о господи где преподают троекратное подружение ой так подождите я сейчас тамару позвоню не позвоню а позову она в комнате тамара иди сюда тут как раз говорят о чем дальше мы уже говорим это по телефону о чем бы мне не позвонили я мгновенно выхожу на нужную тему вторая секунда уже моя а первое это она говорит о себе сектантка 1 так здравствуйте здравствуйте а вы хотели библию изучать очень даже хочу а вот у нас есть так а вы знаете что у нас занятие идет дальше она сектантка она не может от меня отстать я крепче и гавистки в нее вслепил вот мы выходим во двор здесь стоят к нам зашли люди и так сектантка то другим рассказывает я ее разнес пух и прах а потом своим на занятии в коме вот здесь вот на собрании поставил пример а другая которая есть ольга уж скажу это ворова которая помогает и говорит тот удивительный гнатин подход а сначала разнес пух и прах а потом ее же пример ставится у меня свой подход и на занятиях это у меня точно такая же история люди разные приходят неправильно что-то сказали где-то неправильно я мгновенно выведу на нужную стезю может он это сделать это архиомандрит то если он знает то а он умнейший среди таких же как он я санизатор я на внизу пирамиды нахожусь и мне как раз я ему не мешаю пускай он мотается и дальше но будет конец вот я и дети мои о которых я могу сказать вы бы видели сколько по интернету ко мне приходят и вы для нас уже столько лет мы в третий год смотрим мы встаем и сразу включаем вас сидим включаем ложимся спать включаем другая я ваша духовная дочь я хоть покажись а то родила не знаю даже столько лет там и откуда только не идут если их вместе то собрать я уже не знаю сколько будет и по книгам и и прочее я давно вот книги я уже совсем не тот и от сектантов отошел а другой я был такой-то там бросил то-то я знать не знаю мне знать не надо почему это часть награды пока они обратились это божье когда они сказали часть перешло на меня я получаю на земле удовлетворение как златоуз говорит и моя награда уменьшилась а почему ваше слово действие отец олег то стеняев очень известный то почему он говорит необыкновенно продуктивный миссионер когда сам он лучший миссионер патриархии лучше я я говорю не боюсь сказать я его знаю он ко мне приезжал в лагерь я его в больнице был лежал вот когда он лежал в москве и он против меня что-то поднялся там всем до православного меня это не трогает пусть он называет но я всегда говорил и говорю он самый продуктивный так эти слова он мне против меня говорит одной против ты и говорит хотя миссионер он самый продуктивный а я таким себя не считаю просто я делаю то к чему призывал господь и что мне нравится мне не надо к этому побуждать дай мне любовь в библии я ее люблю и ко христу любовь свою я проверяю по слову божию слово должно быть приправлено солью их много да я сказал часть отошла и это правильно шестая глава евангелия то она и вы на все это знаете ответ не я бог дает ответ а почему стектанты такие умные и вот они этого не понимают нет избрания 6 глава 66 стих они избрали его они отошли у них нет церкви нет рукоположные пастыри нет причасти нет таинства но они как крестят как набирает и все интереса сектанты баптисты адвентисты и гости все одинаково крестят все одинаково вот допустим человек и они его в воде вот так вот с один или двое двое двух сторон и вот так его опрокидают это не в смерть христово то они понять не могут когда мы считаем 6 глава 4 стих кримином смерть его крестились они это положение во гроб положение во гроб христос так не умирал это люди так умирает он умер стоя и потом православных вот как крестятся вот поднимается опускается как он задыхался даже внешне а этим образом они показывают крещения нет а что святые отцы говорят осквернении притом все одинаково я еще не видел ни одного сектанта в какой бы ни было экзотической секте самый большой и самый маленький чтобы крестили правильно не знаю а спрашивают правильно веришь ли все остальное делают правильно но они не рукоположенные и они как красочно устраивают православным надо учиться они подготавливают вокруг стоят люди которые знают они все делают правильно а то забудут они чем объясняют вот это вот положение они почему говорят что именно так мы крестим не объясняет пока ни одного объяснения получил за 53 года не один а это дело господа господь через это говорит откройте глаза посмотрите христиане так не крестили никогда у них нет крещения положение во гроб крестим пола не смерть христов они не могут читать эти стихи в смерть именно в крещение почему не так-то а что сделать против что православных сделать наоборот почему это узы взгляда на истину сектанство это узы взгляда он истину ищет но как в танка у танка вот смотрит щель одна только он не может по-другому они обо всем рассуждают узко узко суббота значит субботник узнал имя игого иеговиста баптисты узнали что надо во взрослом состоянии он все отбрасывает к дети уже не нужны за бортом узость везде узость а православие это все у нас имя иеговы есть где она здесь и мы знаем субботу суббота указала образ вот этому я спрашиваю что такое суббота калинин то он не знает ничего суббота покой и покой дарован и был воскресенье в ветхий завет все было прообразом что было в таинствах или где-то что такое обрезание ну что зачем мне то знать ему ничего не знаю когда православь ничего не знает обрезания показывают к hairstyle указывала на крещение и обрезаем обрезанием крестом с влечением греховного тела плоти быв погребены с ним к крещении а у нас в крещении никакого таинства нет а там и нету сектантов и нету А у нас таинство, как говорят, крещение, не обещание Богу доброй совести, не омытие плоской несчастности, но обещание Богу доброй совести, и они говорят от обещания, да там запятая стоит, запятая, а почему оно таинство, это не обряд, не повеление Божие, это таинство, то есть таинственно омываются грехи. Дальше запятая, спасает воскресенье, а не слово спасает. Слово спасает относится не к обещанию, а к окрещению. А вставочные слова говорят, так и нас подобное сему образу крещение, запятая, не плоской несчастности, а мытие, но обещание Богу доброй совести, запятая, спасает. И сектанты этого не понимают. Крещение, да вы что говорите, оно не спасает. Я говорю, а прощение где? Как прощение? Прощение в покаянии. Вы уверены? Уверены. Давайте по порядку. Когда спросили Петра, что нам делать, 2.38, я не апостол, он говорит, покайтесь. Не сказал, покайтесь для прощения грехов. Вы считали? Конечно. Но мы так и говорим. Так это вы говорите о Писании, слушайте. Открывайте. Открывает. Покайтесь, запятая. И докрестит-то каждый из вас своими Иисуса Христа для прощения грехов. Да если покаяние уже прощение, зачем? Крещение для прощения грехов. И получит дар Святого Духа. Он сразу, Петя, а у тебя так написано? Да ты же столько лет верующий, точно так же. А другой у тебя, да тут же ясно. Я говорю, это не все. 22 глава, 16 стих. Приходит Анания. Уже Саввл три дня слепой сидит, не пьет и не ест. Он покаялся? Да. Прощены грехи? Ну, конечно. Все говорят. Ну, давайте, открывайте Библию, считаем. Повторяю, Деяние Святых Апостолов, 22 глава, 16 стих. Он заходит и говорит, брат Саввл. Брат? Ну, мы так и говорим. А дальше-то чего вы не говорите? Встань, крестись и омой грехи твои. Если они там прощены, что он будет омывать-то? И Петр это говорит-то. А у тебя, брат Петя, так написано? Так. Да как же так? А мы же думали, потому что вы сектанты. Вы не в церкви. В церкви для прощения грехов. И у вас там нет прощения. И в покаянии нету. Его нету, согласно Слову Божию нету. Вы не прощены, вы в грехах находитесь. И вот он, сектанты, уже православный. Я ему ничего не говорю, кроме того, что написано. А они любят Слово Божие, это похвально. У православных самая большая ошибка та, что перевели Библию на русский язык. А второе, то, что не сожгли ее. Ну и, можно сказать, третий этап, сказали, что она от Бога. А сектантам это и надо. Они теперь говорят, Библия написана. И дальше показывают своему иконы, идолы. Он до 20-й главы досчитал, дальше не считает. А в 25-й написано, сделай изображение. Сделай. Жертвенник, жертвенник. Они не считают там 37-я глава. А там написано, освящай жертвенник 7 дней. И кто прикоснется к жертвеннику, освятится. Я спрашиваю, в Ветхом Завете ягненок был? А зачем нам Ветхий Завет? Ну, был или не был? Так это Ветхий Завет. Ну, а как ты поймешь Евангелие от Иоанна 1, 29? Иоанн простер руку и сказал, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Агнец. Люди мне, какой Агнец? Агнеонок, его есть надо. А этот человек идет в Ветхозавете, и ягненок указывал на Христа. Вот Агнец Божий, Божий, от Бога сошел, через Деву Марию восчеловечился. И от Духа Святого. Ну и что? Так, ягненок куда клался? На жертвенник. И жертвенник освящался 7 дней. К нему прикоснешься, освятишься. Так? Ну да. Так, значит, жертвенник это не просто куча камней была? Ну да. А Христа куда положили, Агнеца Божественна? А куда? Ну, на крест куда положили? Ну да. Да как может быть не освящен этот жертвенник? Тот кровью ягненка пропитан, этот кровью единородного Сына Божия. Действительно, а как так? Покажи крестик, я этому Саше говорю. А у него нет креста. Он совершенно никакого отношения к православию не имеет. Нету креста. Я свой отнял, могу посыловать. Вот он у меня сейчас крестик. Этот крестик у меня в вузах был, везде. Он перетерпелся. Почему? Знамение на сатану против бесов. И что он мне напоминает? А что он спасает он сразу? Сначала на день. Тогда объясняют было. А что, чисто сектантский подход. Спасает Христос. А это, это напоминает. Жертву никто не спасал, но освящал. И этот меня освящает. Почему это моё оружие на сатану? Я православный. Мне легко об этом говорить. Они очень и очень бедные. Скудаумие полнейшее. Вот выхватил что-то, надо идти проповедовать. Стоят на остановке баптисты. Но один более смелый. Давай на спор. Только не говори, что нам по бутылке. Я сейчас войду и сразу буду говорить в советское время. Даже если так проповедуются. Ну, всё проповедуется. Вышли из собрания. А один стоит курит. Баптисты. Это вообще редкое явление. Иван Рубцов, я его назову фамилию. А его увидели. Он говорит, да это у меня там... Что-то врачи сказали, это надо. Это просто как лекарство. Закрутил, завертел и всё. А потом узнают, что сотрудничал с КГБ и ушёл. То есть таких тоже хватает. Но остальным они не курят. Они молодцы. Хорошие семьи, проще. Но таинства нет, священства нет. А все цари и священники. Ничего особенного. В Ветском Завете, если Израиль был назван священниками. Но отдельно выделено левитское колено. Я говорю, в Новом Завете считаем Кевреем 7.7. С переменой священства... Должно быть перемен. Не с отменой священства. Вы перепутали. Перемена – это одежду летнюю с меню на зимнюю. А отмена – выйти голым. Да, действительно так. А у тебя у Петя так написано? Так, да как же мы не видели? Потому что вы сектанты. А что такое секта? Секта всякую ветвь, не приносящую плода, отсекает. Отсекает. 15 глава Ивана Георгия Театра. Так вы против? Да нет, конечно. Я молюсь за всех баптистов. Ежедневно. Почему? Они очень хорошие. Я знаю всех сектантов, самые хорошие баптисты. И вдруг мне пишут... Не мне, а в интернете нашел из Чикаго. Мы нашли православного. У него проповедь прямая. От смерти в жизнь. И все. А дальше... Ну, знаете, он в пух и прах баптистов разносит. А почему-то они его так уважают и любят. Вот интересно. Почему? Сердце подсказывает, что я им не враг. Вот и все. А этот не разобрался. Сунулся куда, говорит. Нажарено это. Я не понял. Я, говорит, думал, там шашлык, а там осла клеймят. Так Архимандрит. Он получил тавро теперь. Нет, он слушает вас давно. Я из беседы понял так, что он вас уже много прослушал роликов. Зачем он изъяснялся в любви три раза? Я вас люблю, я люблю. Как к Христу подошли такие тоже. Мы знаем, ты никогда не льсишь, говоришь, скажи, давайте подать кесарь. Это один и тот же дух. Мне не надо изъясняться в любви. Я сразу тебя понял, ты чужой. Чужой и враждебный. Я тебе не нужен. И ты будешь нападать на меня, кусать. Но это ничего не даст, кроме того, что зубы выломишь. Я стою на месте, какой был, остался. И легко докажу, что ты не прав. Евангелие в стороне людей ты не любишь, Бога не знаешь. Если бы ты знал Бога, ты бы любил Слово Божие, а не монашеские измышления. Мне этот Петр Михалюк говорит, вот вы считаете, апологетанты Иоанна Дамаскина, что замущен. А другие говорят, вы понимаете, если против всех, тогда, значит, он даже не понял ничего. Мне нет разницы, златоуст это или кто-то. Никакой разницы. Неправильно, Серафим, я говорю, это неправильно. Почему? Ну неправильно он против Слова Божия говорит-то. Не против Игнатия. Он мне не знал, златоуст сказал неправильно. Я говорю, это не сходится со Словом Божиим. Против нет? Ну я не буду говорить. Ну ты сам-то видишь, что говорил, она не... Вопреки Слову Божию-то. Это не сходится. Это и внизу сделали подписку. Творение златоуста. Там восьмой том, вторая часть. Кто бы это ни сказал, но это неверно. Вот теперь уже пишут. Кто бы это ни сказал. А почему? Да потому что против кого говорил златоуст, он еще не родился. Он говорит. И Павел сказал против такого-то. Павел не мог сказать против такого-то, когда он не родился тот. Тот кто-то писал, то он даже истории не знал. А я это сказал. Я что сказал-то? Вам надлежало меня, Павел говорит, хвалить. А вы восстаете. Павел, зачем он обивался на похвалу? Прямо говорит. А вы, галаты, ошалели, пошли против. Вы обрезаете, остались без Христа. Вот я вам скажу, какое ваше состояние сегодня. Вы остались без Христа. Остались с монахами. Я вам перефразирую эти слова. Ну еще у нас сегодня на завтрак хорошая закуска была. Ну неплохо. Это тебе для аппетита.